Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Добро пожаловать в событие, которое называется предание о богатыре. Ну, смотрите, получай шлемы за победы на танках 4-10 уровня. Каждая из первых 5 побед в день приносит вам по 10 шлемов. Вот. Поэтому ивент на победы. Из этого несложно сделать вывод такой. Но мы с вами, ребята, закончим ивент очень быстро, для того, чтобы нам с вами заполучить танк. А что нужно сделать для того, чтобы заполучить танк? Кто мне может сказать? Так, бесконечное количество этих сундуков. Давайте мы с вами приступим к тому, что, во-первых, мы закончим весь этот ивент. Вот. Нам выпадает вся цепочка этих самых наград. И теперь, наверное, я так полагаю, что мы с вами можем бесконечное количество раз с помощью книги, с помощью сказаний открывать сундуки, в которых, я так подразумеваю, в которых находится тот самый богатырь. Ну, то есть, вот так вот, ребят. Вам не просто достаточно пройти цепочку за победой и получить заветную цель в конце. Нет. Вам нужно открывать сундуки. Короче, вот вы понимаете смысл. Вы доходите до предания. Вот вы, ребята, уже у вас кровь идет уже из глаз от этих просто проведенных боев в ивентном рандоме. Вы сходите с ума, хотите заполучить этот танк в конце ивента, но вы не получаете этот танк. Вы получаете книгу. И уже эту книгу, видимо, засовываете вот сюда в награды, вот как мы сейчас это делаем. И вам выпадает сундук. А в сундуке не факт, что будет этот танк. Давайте мы, ну, несколько раз приобретем это сказание. И потом пооткрываем этот сундук. Шанс выпадения, о, аллилуйя, хотя бы на новенький танчик выше, чем на остальные. Но, естественно, вам же никто не гарантирует, что вы получите этот танк сразу. Или через пять сундуков. Или через десять сундуков. Нет. Никто вам этого не обещает. Ну, мы сколько там, штук пять, наверное, откроем. Если что, вернемся пять, ребят. Так, все, идем в хранилище. В хранилище, хранилище. Так, внешний вид, бустеры разные. Вот у меня семь сундуков. Ну, давайте добьем, ребята, до десяти. Ну, чтобы было красиво, симпатично. Давайте добьем до десяти штук. Значит, мы еще тут покупаем раз. Покупаем два. И покупаем три. Вот. И теперь забираем отсюда. Раз сундук, два сундук, три сундук. Ну, я думаю, что каждый из вас смысл-то понял. Так, вот десять этих сундучков. Погнали. Сундуки, сундуки, сундуки. Везде одни сундуки. Так, фон профиля Дракула. Тысяча золота. Угу. Свободный опыт. Камуфляж Баба Яга на ИС-7. Некоторые ребята просто, я точно знаю, охотятся прямо на этот камуфляж. Новый анимированный аватар богатырь. Сто тысяч кредитов. Еще один анимированный богатырь. И за десять открытых сундуков гарантированно нам падает тяжелый танк богатырь. Вот, вы, наверное, спросите, а что сделать, если я его захочу продать? Сколько я получу за этот танк богатырь, если я его захочу продать? Ну, это семерка. Я делаю вывод, что, скорее всего, ты его продашь за 2500. Да, я не ошибся. Итак, давайте перейдем, ребят, к техническим характеристикам этого танка. Прочность 1400. Подождите, подождите. Давайте сначала мы с вами полностью оборудуем его. Я-то думал, что он полностью оборудован. А, нет. Так, еда, топливо, еда. Я так думаю, что я поставлю, ребята, на этот танк полностью оборудку, как на Крушака. Да, я думаю, а у него основной снаряд кумулятивный. Ну, шарашит он, будьте нате, ребят, на 700. Блин, а может быть и ничего машинка-то, а? Так, 2000 ДПМа, 200, так, вот, во-во-во-во-во-во. Кумули 242 имеет пробитие, ребят, с калиброванными. Боже мой, какой же он косой. Ой, так, ладно, давайте посмотрим все-таки характеристики. Броня во лбу башни 145 миллиметров, во лбу корпуса 155. Броня в бортах башни 115, в бортах корпуса 90. В корме башни 115, в корме корпуса 90. Танк вроде бы имеет броню. 2000 ДПМ у меня калиброванные снаряды, перезарядка 16 и 3. Ну, это чистый, по-моему, крушак в другом обличии, скорее всего. Ну, крушака фугасы, по-моему, пробивает лучше. 93 или 94, а здесь 70, да? Так, и он, по-моему, у крушак более точный. Так, среднее пробитие на кумулях обычных 160, на кумулятивные голда 242 пробивает. Фугасы 66. Урон на кумулях 560 на... Средний урон, я имею в виду, то, что мы там увидели 700, это максималка. Средний урон на кумулях обычных 560, на голдовых 490, на фугасах 750. Сведение 5,5, разброс 0,407, углы 7. Ну, кстати, углы комфортные. У крушака, по-моему, тоже 7, но он высокий. И поэтому не очень удобно на нем пользоваться углами. Максималка 30, и вооруженность 13,8. Пока, на самом деле, ни мне, наверное, ни вам особо не понятно, что в итоге это дает все эти цифры. Так, ладно, идем в бой. Пушка, кстати говоря, от СУ-152. Если вы катаете СУ-152 на орудии 6-го, по-моему, уровня, на той самой фугаснице, то это она. И, кстати, характеристики... Характеристики порезанные. Потому что там, по-моему, 640 на ББшке. Богатыри. Я пока, ребят, единственный богатырь в рандоме. Так, я пытаюсь понять... КВ-3, что ли? КВ-3, ты? Вой начинается. Как вы прикрыли... Свои бачка халатиком. Я не успел. Прикольно. Меня пробила шестерка. Блин, чувак. Слушай, ну, знаешь, я тебе могу сказать, вот выцеливание настолько кропотливое, а в итоге мы с вами получили 430 альфы. Ну, так себе, на самом деле. Мне не очень. Пока. А вот это уже получше. Капец, у него разброс по альфе. 588 и 430. Не, слушайте, мне кажется, все-таки, что танку нужно делать КД. По вменяеме. Ну, блин. 16 секунд. Или альфу не резать было, а ставить альфу от СУ-152. Там 2 ПТ, ребят. Я очень боюсь ехать, правда. Сейчас меня стиратель возьмет, сотрет. Что мне делать? Повезло, там полукрасное было. Повезло. Квасок, сосок стоит в кустах. А, кстати, СУ-122 мы можем... О, БК попробуйте взорвать. А, мы его не пробьем. Блин, нет, ну альфа хороший, ладно. А я про вазелин забыл. Боже, как же его ребята шьют? Просто забей. Его просто в башню пробивает. Неприятность. Я же говорил, лучше не ехать. Вот. Это опять в меня летит, ребят. Это все летит в меня. Периодически засвечивается этот квас. Сейчас, может быть, как-то воспользуемся. Страшно так-то. СУ-122 уже добралась до орла нашего, 44-го. Он что, перекатился, что ли? Ну, обычно, ребят, так... Такие бои я не могу назвать победными. Блин, это слив, к сожалению, ребят. Это, к сожалению, слив. К большому сожалению. Обидно, знаете что? Обидно, что по точкам. То есть не в равном противостоянии, да? А именно по точкам. Не попал. Ладно. Вот такой вот бой. 3000 мы каким-то фантастическим образом умудрились дать. Три, да. Ну, почти три. Даже трех, кстати говоря, нет. Так. Была бы победа, был бы мастер. Бежать, ребята. Бежать, сломя голову. Открывать эти книги. Крутить эти ящики. Я вам точно скажу. Этого делать не надо. Вот. У тебя три нуля в команде. Ну, о чем мы с вами говорим? Опять, смотри. Опять у меня... Опять у меня нубка какая-то. Хотя... Нет, ну, я так понял, что просто вот этот вот товарищ взял своего какого-то друголя, которого он всю четверть заставлял установить блиц себе на телефон. Вот. Этот другаль на КВ-2 наконец-таки установил. И вот, что из этого получилось. А у них... А у них просто команда стреляла. Ребят, у них не было каких-то супер сумасшедших, статистов. У них просто команда нажимала на кнопку выстрела. Она просто хотя бы нашла эту кнопку. Так, идем дальше. Кстати, а по фарму-то что? Я что-то говорил, 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 говорил. 40 тысяч. Ну, окей, в минус уходить не будете. Даже с тем учетом, что стреляете этими фугасами. Они же, по-моему, дорогие тут. А, кумулями, кумулями, извините. Или тут недорогие кумули, подожди. Ну, да, кумулями все-таки 4 800 стоят. Но все равно в плюсе. Ну, я не представляю, ребят, как против восьмерки я буду играть на богатыре. Я голду заряжал против, блин, сушки. И очень хотел зарядить голду против ВЗ. Лест, у вас все хорошо с кланами. Обратите внимание на клан Звездного Лорда. Лест, у вас все хорошо. Вы вообще, по-моему, да, модерацию на этом уровне оставляете в покое. Теперь представьте, ребят, танк Тигр-1. Что он сделает вот с этим как богатырь, с этим богатырем? Что сделает? Не, хорошо. Я, может быть, допускаю, что в башне у меня пробивало ПТ. О, окей, возможно. Сейчас посмотрим. Не, ну, блин, альфа, конечно, классная, да. Опять эта сушка. Ну, не факт, что именно это, конечно. Ой, успел. Ой, успел. Пацаны, я вас очень прошу. Давайте не проигрывать сейчас, а. А, потому что каток, потому что кумулятивный снаряд. Вот так вот. Ой. Хорошо. На 550-х прям чувствительно, да, бро? Ладно, я буду откатываться. Целенаправленно, ребят, не добираешь отного, хочу настрелять. Извините меня, пожалуйста. Здесь вроде бы победная каточка. Вот. Знаешь, меня не могут не могут пробить никак. Там справа кто-то еще был, по-моему. Тут кто-то стоит. Хорошо. Не, хорошо, вопросов нет. Пафаниться, да. Пафаниться можно, но не больше, не больше там 50 боев. И то боев 30, я думаю, что мне за глаза хватит. Не, нереально. Два кумуля, ребят. Ну, я люблю кумулятивный снаряд в качестве голдового. Ребят, я стреляю в СТ 7 уровня. Да, я не зарядил голду. Но окей. Вы знаете, ребят, может быть, кто-то в детстве запускал, ну, если вы ездили с родными со своей семьей отдыхать куда-то на море, есть на берегу каждого моря достаточно плоские камушки. Так вот, иногда многие из нас любят запускать так называемые лягушки. Вот. И победителем считается тот, у кого этот камень пропрыгает большее количество раз. Так вот, я думаю, что в игре в World of Tanks Blitz или Tanks Blitz мы тут можем называться абсолютными победителями, потому что то, как летят снаряды, ни один камушек такого не сможет. Вы видели, как мне снаряд сейчас прыгнул? Победа, я сказал. Напоминаю. Накинулись на бедного стримера. Ты горишь дыны? Готов. Пусть не забита. Движение невозможно. Пробитие. Еще одна, ребят, еще один слив. Мне просто показалось, что он пробивается фугасом. Не знаю, такой полусерый какой-то, такая полусерая зона. Три с половиной тысячи. А что за бои? Объяснить. А что за бои? О каких победах вообще речь? Ребят, посмотрите на мою команду. У меня сейчас просто будет нервный срыв. Так, финальный бой. Вот если бы, ребят, я пробил эту стэшку, когда он уезжал, а у меня не случилось бы вот этого вот прыжка от моего снаряда, как будто бы он реально лягушка какая-то на воде, я бы его сейчас добрал бы. Почему ты едешь? Почему ты едешь сюда? Почему ты едешь направо? Ну почему вы едете направо? Ну почему вы туда едете? Ну чем вы руководствуетесь? Ну объясните мне, пожалуйста. У меня огромный, ну как, ладно, не огромный. У меня большой танк неповоротливый. С КД 16 секунд. Что я могу делать на СТ? Мне еще попасть в них сложно. Он все, он приехал, у него нет цели, ребят. Просто приехал. Ну, смотри. А почему это происходит все? Ну, смотри. А им уже говорили, вспомните, в самом начале, я же его просил. не пропит. В общем, я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Пусть не засбита. Дрежение невозможно. Противник уничтожен. Готов. Дайте тычку по нему, пожалуйста, по этой вазе. Ну, один секунд. Те с правой стороны же, да? Ну, по крайней мере, они были. Чири и Дракула. Ну, вы, может быть, поедете куда-нибудь в фулл хп? Все, что могу сказать, ребят, не заходите, пожалуйста, сегодня в эту игру по возможности, ладно? А у меня стрим будет сегодня в 20.00. А прикольный или танк? Ну, до тех пор, пока ты в топе списка, может быть дауны прикольные. Но потом против восьмого уровня, я думаю, что это будет просто страдание. Ребят, у меня три боя, а три слива. Это, наверное, в первый раз такое при записи видео. Три боя, три слива. 3к плюс среднего урона на седьмом уровне. Ну, вы представляете? У меня 0% побед на этом танке. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok